Друзья, день добрый, приветствую вас на нашем вебинаре. Мы говорим сегодня про чекап системы продаж, вашей системы продаж, и мы сегодня посмотрим, какие обязательные элементы в этой системе должны присутствовать, и вы можете свериться, что у вас уже работает классно, а где есть точки роста. Начнем, наверное, на несколько блоков я разобью сегодняшнюю презентацию и буду рассказывать по мере того, как вы встречаете клиента, обрабатываете и в дальнейшем работаете с ним. Первый блок — это обработка лидов. Здесь про что нам важно помнить? Важно помнить, что каждый лид с каждым месяцем, днем или годом становится нам все дороже и дороже. Покупать нового клиента становится действительно, и каналы сокращаются, и по деньгам это все менее выгодно для нас. Поэтому наша ключевая задача — не потерять никого из тех, кого мы уже собственными усилиями приобрели и привлекли к себе. Для этого все каналы, которые находятся у нас в работе, а у нас достаточно большое количество каналов чаще всего в бизнесе рабочих, это и почта, и классический телефон, и современные каналы-мессенджеры, и формы на сайте, много всего. Все это аккумулируется в одной CRM-системе в единой точке, и CRM-система сама подсчитывает, какое количество входящих обращений у вас есть было, за какой период, и вы никого не пропускаете. Это одна из ключевых и необходимых точек, когда вы стартуете работу с CRM-системой, ну или вообще автоматизируете свой процесс продаж. Все это сохраняется внутри CRM-системы, это скриншот из Bittrex 24, который показывает, как можно подключить разные-разные каналы, цифровые, можно не только цифровые, даже встречи заносить туда, пока встречи руками, всю цифру, конечно, мы заносим автоматом. Теперь вторая часть. Нужно ли отвечать им, и как нужно отвечать? Отвечать нужно, конечно, быстро, если вы внутри компании или сейчас себе зададите вопрос, насколько быстро я хочу, как клиент, чтобы мне отвечали? Скорее всего, говоря про мессенджеры, мы будем говорить, да, мгновенно. Вы можете поделиться этим в чате, посмотреть на ответы коллег, но я думаю, что ответы у вас будут примерно одинаковые. Достаточно быстро. В разных каналах эти цифры могут отличаться. Скажем, в почте вы можете позволить себе в течение двух часов или в течение дня иногда ответить в каналах, которые коммуникация в чат, в формате чатов, в формате диалогов. Это, конечно же, быстрее, поэтому здесь мы должны контролировать, в том числе скорость общения. CRM умеет это делать, умеет это делать по разным каналам. Если мы видим источник, мы можем попросить CRM-систему посмотреть, насколько быстро или медленно менеджер реагирует. Если он недостаточно оперативен, то напомните ему или его руководителю о том, что ответить нужно бы побыстрее. То есть это тот момент, который мы тоже контролируем. Скорость ответа. Теперь еще один момент. Если сейчас клиент пришел к нам в чате, и мы предлагаем ему пройти в какой-то другой канал, например, для оплаты, вот ситуация, через которую я сам не раз проходил, когда я согласен купить товар или услугу, мне говорят, окей, вы идете к себе в банк-клиент на мобильном телефоне, подключаете, совершаете, вернее, платеж, и потом присылаете нам скриншот куда-нибудь. Мы все это автоматически, ну не автоматически, а вручную делаем, ну пусть быстро или не быстро, как-то. Каждый раз, когда мы отправляем клиентов в соседний канал, мы теряем в конверсии. Поэтому что мы должны уметь сейчас? Мы должны уметь оставаться в одном канале и совершать там все действия. От начала продажи мы говорим, здравствуйте, приветствуем, объясняем про услугу. Если нужно бросить ссылку, то бросаем такую ссылку. Если нужно бросить ссылку на оплату, мы точно так же в этом же мессенджере бросаем эту ссылку на оплату. Все мы должны уметь делать в одном чате, или если мы по телефону общаемся, то в смс. Кроме случая, когда клиент сам просит нас переключиться. Я позвонил в компанию, говорю, да, я согласен, пришлите мне на почту, в WhatsApp или в какой-то другой мессенджер ссылку на оплату или коммерческое предложение. Вот в этом случае мы должны действительно уметь переключаться. То есть, с одной стороны, все в одном канале, с другой стороны, если клиент просит, мы должны эти каналы уметь переключать между собой. Каждый раз, когда мы подключили новые каналы, там, текущие каналы к своей CRM-системе, и клиент пообщался с нами, мы этого клиента записываем в базу. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы потом иметь возможность с ним общаться. Когда мы общаемся с ним первый раз, мы уточняем, кто он такой, и что-то про него узнаем. Про него или про компанию, если мы в сегменте B2B работаем. Таким образом, мы понимаем, это наш клиент или не наш. Всех наших клиентов, которые подходят под наш профиль, мы записываем к себе в CRM-систему. И таким образом, мы записываем туда не только имя, фамилию или название компании, контактный номер человека. Мы записываем и что-то дополнительное по профилю. Это разные данные могут быть. Это могут быть данные по отрасли. Если мы в B2B, если по B2C, мы можем посмотреть что-то про самого клиента, район, где он живет. Если мы продаем товары для животных, то кто у него, кошка, собака или попугай и так далее. Еще один момент, про который я хотел сказать сейчас в этом блоке, это еще один вопрос. Какое количество сделок у вас завершается успешно? Вот у вас есть 100% сделок, условно 100 сделок. Сколько из них доходит до финала? Тоже можете поделиться друг с другом, посмотреть, как коллеги отвечают в чате. Когда я задаю этот вопрос, обычно и по большинству бизнесам этот процент не превышает 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Иногда немножко больше. Это очень классная цифра. Но это получается, что 90% клиентов не совершают у нас покупку. Вот об этих 90% клиентов я и хотел поговорить. Это 90% клиентов, которые потенциально наши. И мы с ними должны продолжать взаимодействие. Поэтому мы уточняем у них, почему они у нас не купили. Почему не сейчас? Они уже у нас в базе. Мы на предыдущем шаге их занесли. Мы понимаем, почему они не совершили покупку. И из этого строится наша следующая коммуникация. Про это мы еще сегодня поговорим. Но это очень важно. Это те клиенты, с которыми мы продолжаем взаимодействие, записывая причины отказа. Итак, чек-лист. Вот в конце такого блока я обещал вам чек-лист, по которому можно себя проверить. Договоримся, что вы за каждый ответ, который у вас совпадает, то есть у вас есть это внутри компании, ставите себе какую-то галочку, один балл, или можно называть это по-разному. В общем, добавляйте себе балл. Первый блок. Все каналы коммуникации у вас оцифрованы, то есть все стекается в CRM-систему. Второе. Вы контролируете скорость ответа клиенту. Каким-то образом вы это делаете регулярно. Третье. Можете отправить документ, счет или коммерческое предложение в чате или по смс. Четвертое. Вы составляете портрет клиента и записываете к себе в базу клиента сразу же с нужными признаками. Ну и пятое. У вас есть статистика по причинам отказа. Если у вас все есть, ставьте 5. Идем дальше. Если меньше, то у вас какая-то цифра, и мы продолжаем. Итак, ведение сделок. После того, как мы приняли клиента к себе в работу, мы, если мы работаем в формате цикла сделок, если это не спонтанная покупка, там это не мороженое, которое человек купил и пошел дальше, мы ведем его по воронке. Какой-то воронке. Мы сначала познакомились с ним, потом, возможно, мы делаем ему коммерческое предложение и так далее. Вот сколько-то стадий таких у нас есть. Эти стадии мы как управляющие процессом выстраиваем. Мы понимаем, какой формат оптимален для текущего взаимодействия. Почему мы это делаем и почему мы это делаем для менеджеров? Потому что не каждый человек, приходя к нам, обладает большим багажом. Есть люди, которые только входят в мир продаж, они только примеряют на себя костюм продавца, скажем так, и у них нет понимания, что сейчас в этот момент нужно сделать с клиентом. Возможно, они сразу будут рассылать коммерческое предложение, а у вас так не принято. Или они будут делать те действия, которые противоречат общей логике. Эту логику выстраиваете вы. И такая воронка должна появиться, она ведет менеджеров по этапам. Что важно в этой воронке? Важно, чтобы стадии были такими действиями совершенными. Нельзя назвать стадию, то есть неправильно назвать стадию. Мы ожидаем ответа клиента. Инициатива должна быть на нашей стороне, это должно быть совершенное действие. Например, отправлено коммерческое предложение, назначена встреча, отправлен счет, заключен договор. Вот в таком формате. Но и у каждой стадии должно быть следующее действие. Если мы видим сделку, у которого не запланировано следующее действие, мы ее внутри CRM-системы подсвечиваем красным цветом, вы у себя понимаете, что, скорее всего, по этой сделке не будет продажи. Потому что работы много, и менеджер до нее не доберется. Ну и третий момент, который на слайде отражен, это он означает, что сейчас у вас несколько, скорее всего, товаров или услуг, которые вы продаете. Там, пример с техникой, вы продаете технику и обслуживание к технике. Это разные циклы сделок. И они должны быть у вас разделены внутри компании. Разные воронки, потому что в них разные составляющие. И иногда разные люди их обрабатывают. Про стадии. Вот вы стадии все посмотрели. Посмотрели, как они выстроены. И я хочу сказать вам про последние стадии. Последняя успешная стадия, она одна. Все у вас сложилось здорово с клиентом, вы идете с ним дальше. А неуспешных стадий несколько. И этих несколько стадий вы должны детализировать. Что это такое? Это, по сути, причины отказа от покупки в конкретной сделке. И в этих стадиях лежат причины, которые чаще всего называют клиенты. Менеджер их уточнил. Эти причины должны у вас быть оцифрованы. То есть вы должны получать не ответ клиента, а ответ менеджера. Почему клиент не покупает? Потому что дорого, например. А вы должны в статистике эти показатели видеть. Ну и хороший способ проверить, насколько менеджер классно работает с возражениями. И сделать фильтр по сделкам проваленным, в которых есть, например, причина дорого. И посмотреть, умеет ли менеджер обосновать свою ценность, ценность продукта, услуги для клиента. Очень полезная для руководителя отдела продаж история. Чек-лист. Так же, как в первом блоке. Все действия фиксируются в воронке CRM. То есть по всем стадиям мы все ведем и все фиксируем там. Второе. Вы контролируете время нахождения в стадии. Здесь мы тоже можем посмотреть, что коммерческое предложение не должно выставляться дольше, чем 2 часа или 2 дня. Как у вас принято в компании. Третье. Для разных продуктов есть разные воронки. Что логично. Четвертое. Стадии проигрыша несколько и все они фиксируются. Вы эту статистику отслеживаете. Пятое. В воронке есть обязательные поля для перехода. Например, коммерческое предложение нельзя выставить, не занеся в CRM-системы оборот компании. Или там количество, объем закупок. Какие-то данные, которые необходимы для выставления коммерческого предложения. И шестое. Вы регулярно контролируете отработку возражений. Слово регулярно здесь не то, что вам вдруг захотелось и вы пошли поконтролировать. Такая возможность есть. Но это процесс, который у вас где-то зафиксирован. Вы каждый четверг, не знаю, каждое третье число месяца идете и контролируете, что происходит там. Так. Идем к третьему блоку. У нас с вами 10 минут осталось. Постараемся все успевать. Повторные продажи. Что про повторные продажи нужно сказать? Они выгодны всем сторонам. Я как покупатель лучше бы не выходил на новый цикл принятия решений. А купил у вас то, что я у вас обычно покупаю. Страховка, абонемент, все что угодно регулярное. Вам не нужно заново платить. Все здорово. И самое главное, вам легче прогнозировать, какие продажи будут у вас в следующем периоде. Все это волшебным словом LTV называется. Lifetime value. Сколько человек отдает вам за протяжение всего времени сотрудничества с вами. Или компания, если вы B2B. Какие возможные повторные продажи? Я вот на слайд вынес. Это регулярные сделки. Вы продаете условно абонементы в фитнес-центр. Каждый год вы его продляете. Кросс-продажи. Вы продаете оборудование. И к ним обслуживание оборудования. И вторая, третья, седьмая попытка. Когда вы что-то продали, потом вдруг человек ушел от вас. И вы возвращаетесь к ним, чтобы вернуть своего клиента. Есть еще коммуникация на реактивность и лояльность. Мы про это сегодня детально не говорим. Говорим про первые три. Итак, у вас есть несколько воронок. Как мы выяснили, допустим, тот же пример с продажей техники и обслуживания к этой технике. И за эти воронки, за эти продажи отвечают разные люди, разные отделы. Для того, чтобы не потерять клиента по дороге при передаче между одного отделом во второй, мы автоматически связываем их в цепочке. Это называется тоннели продаж. Когда разные воронки связаны друг с другом, и человек, покупая автомобиль, попадает в соседний отдел, когда нужно продать ему техобслуживание на автомобиль. И в нужном месте возникает сделка на нужного менеджера, и CRM-система это контролирует. Автоматизировать это можно роботами. Все эти повторные продажи делаются фактически на автомате. То есть мы никого точно совершенно не теряем. Теперь про сегментацию клиентов. У нас в базе лежит большое количество клиентов. Чем больше к нам обращений, тем больше накапливается такая база. И эта база как раз для повторных продаж. Почему мы говорим здесь про сегменты, и почему в первой части мы говорили про важность фиксации признаков. Какой это клиент. Мы не можем делать рассылки по всем клиентам. Нам нужно выбрать клиентов, которые у нас, например, совершили покупку за последние несколько месяцев, и находятся в Санкт-Петербурге. Мы для них что-то офлайн решили провести. И таких признаков может быть достаточно большое количество. Как только мы выбрали такую базу, мы идем работать с ними разными каналами. Через SMS, через e-mail, через голос. Как угодно. Как нам комфортно, и как логично в данный случай. Такие бывают сегменты. Но вот на слайде есть пять направлений. Сегменты на самом деле очень разные. Я их детализированно, наверное, расшифровывать не буду. Это уже зависит от того, как ваш бизнес построен. Ну и как ваш маркетинг креативно подошел к задаче. Кого именно сейчас нужно выбрать для того, чтобы с ними пообщаться. Внутри Bitrix24 это называется CRM-маркетинг. Вы формируете базу и работаете с ним разными инструментами. Есть еще один инструмент, который называется генератор продаж. И работает по похожему принципу. Он больше подойдет тем компаниям, которые работают с клиентом голосом. Когда вы не автоматической рассылкой совершаете до продажи. Повторную продажу. А когда вы приходите к клиенту. Ну скажем, вот тут какие-то праздники шарики есть на слайде. Вы продаете детские праздники. И вы выбрали тех, у кого в следующем месяце снова должен быть день рождения и детский. И вы им позвонили. Составили такой список. И менеджеры позвонили для того, чтобы уточнить. Готовы ли они снова прийти в веселой компании. И отметить детский день рождения. Чек-лист по этому блоку. У вас есть отдельный план продаж по текущей базе. То есть это ваша база и вы планируете продажи по ней. Второе. У вас настроена регулярная работа по проигранным сделкам. Все, что у вас проигранно лежит в базе, является сегментом. И с этим сегментом необходимо работать. Вы это планируете регулярно, постоянно. Третье. У вас настроена регулярная работа по повторным продажам. Это не хаотичная история. Давайте еще продадим кому-то. Нет, это процессы, которые у вас отстроены и действуют постоянно. Про контроль. Следующий блок. Что мы контролируем, когда мы говорим про продажи? Естественно, самое главное, самое важное, с чего мы начинаем, это план продаж. Он выполнен или не выполнен. Вы в CRM-системе ставите такой план продаж по отделу, по конкретному менеджеру. И вы и он видите, где вы находитесь. К середине месяца вы на середине плана. Только в начале или уже в конце все. Молодцы, все получилось у вас. Это достаточно простая базовая вещь. Чтобы контролировать продажи и влиять на них, вы должны контролировать более детально весь процесс продажи. Есть целый раздел, называется он CRM-аналитика в Bittrex 24. Когда вы заходите и любой отчет по любому срезу можете сформировать, для того, чтобы посмотреть, какое количество действий совершил менеджер. Если у него не очень с продажами. Может быть он мало совершил звонков, мало назначил встреч. Может быть у него с конверсиями беда между разными стадиями сделок он плохо переходит. Плохо назначает встречу. Или из встречи не получается коммерческого. Или из коммерческого плохо он выходит на заключение договора. И так далее. Всю эту информацию дает CRM-система. Мы контролируем и качество можем упуститься еще на один уровень вниз. И сказать, мы хотим послушать, почему у него не получается назначать встречи. Возможно он не использует ни те аргументы. Возможно что-то в коммуникации у него не так. Мы можем послушать звонки, почитать диалоги. И сам менеджер может это сделать. И мы конечно тоже можем ему помочь. Ответ на вопрос, почему один менеджер успешнее другого. На слух очень сложно ответить на такой вопрос. И поэтому CRM-система это та система, та точка, которая отвечает на вопрос, почему один человек продает больше, чем другой. Кроме того, что мы можем уточнить, почему же так получается. Мы можем еще лайфхаки или успешные приемы, методики успешного продавца транслировать. И на остальных подсказать остальным, как можно продавать хорошо, лучше, больше, чем они в текущем режиме делают. Чек-лист по этому блоку. У вас есть план продаж для отдела продукта менеджера. То есть каждый знает, сколько он должен продать в текущем месяце. Регулярно вы сверяетесь с отчетами разного уровня детализации. Не просто знаете, что там можно посмотреть. А это процесс, с которого начинается, например, рабочий день руководителя отдела продаж. Третье. Регулярно прослушиваете звонки, просматриваете диалоги для того, чтобы понимать, как менеджеры работают. И давать им обратную связь. Так, мы подобрались с вами к автоматизации. Автоматизация огромный пласт. И мы, конечно же, не разберем ее сегодня детально, но направление покажем. Начинать я вот хотел с чего. Для кого выгодна автоматизация? И вот здесь есть три выгодоприобретателя на слайде. Это сотрудник, руководитель бизнес. И про двух последних часто понимают и говорят. А про первого говорят мало. На самом деле, от автоматизации выигрывает и сотрудник, потому что у него становится меньше рутинных действий. CRM-система делает за него то, что обычно ему делать не нравится. Составляет отчеты или формирует договоры, какие-то документы. И убирает человеческий фактор. Понятно, что и руководитель доволен. Он процессы более оптимально настроил и лучше контролирует с оптимизацией. Убрал человеческий фактор. И бизнесу лучше, потому что это эффективность. Меньшей командой вы делаете больший результат. И той же командой вы делаете еще больший результат. Окей. Значит, что мы контролируем? Понятно, про контроль сроков мы с вами уже поговорили. На разных этапах нашей воронки мы можем контролировать сроки. Быстро ли мы обрабатываем запросы, оперативно ли готовим коммерческое предложение и так далее. Мы можем говорить про документы. И это то, что очень нравится менеджерам, когда мы автоматизируем формирование документов. Сделать договор в один клик – очень крутая история. Прям рекомендую, если у вас еще не настроено. Что еще можно автоматизировать? Ну, тут правда очень большой список. И я рекомендую с нашими партнерами сейчас в чате или попозже, когда они придут к вам уточнить, насколько вы используете автоматизацию в вашем бизнесе, детально про это поговорить. Прямо расскажите им про ваш бизнес в двух словах. И они подскажут вам, что можно автоматизировать, чтобы убрать рутину, оптимизировать процесс, сделать больше конверсии и не забывать про клиентов, которые есть у вас в работе. Чек-лист. Менеджер не создает документы руками – ставьте себе еще один балл. Сроки контролируются автоматически – ставьте еще один балл. Если регулярные сделки у вас тоже создаются автоматом, уже три на этом чек-листе. Настроена автоматическая кросс-продажа – то, про что мы говорили. Помните, мы автоматически предлагаем следующий товар или следующую услугу. Ну и пятое – больше половины уведомлений клиенты получают автоматически. То есть не менеджер руками составляет им смс-ку или перезванивает, говорит, ваш товар приехал. А клиент автоматом получает такую смс-ку транзакционную. Это делает система, не человек руками. Так, к финалу мы с вами подбираемся. Адаптация и обучение – это прямая задача руководителя отдела продаж. Как только к нам приходит новый сотрудник, а сейчас нам приходится еще больше работать с адаптацией, и еще быстрее нам хочется, чтобы сотрудник запустился в работу. Мы должны понимать, с чего он начинает. Он изучает продукт-услугу, которую мы продаем. Он изучает базовые техники продаж, если он совсем зеленый новичок пришел. И после этого, как он базовый курс вводный изучил, который вы составили, он должен понимать, как вы работаете с возражениями, как принято у вас работать, ну если не по скриптам, то по крайней мере по тем направлениям, которые вы говорите. Возражения этого плана преодолеваются вот так. Это ключевые преимущества нашего продукта и так далее. После этого он идет на какую-то аттестацию, где формируются такие знания, где они накапливаются. В Битрикс24 есть база знаний, в ней можно хранить такую информацию, и просто вы даете ссылку, человек изучает, и потом идет на аттестацию. Аттестация внутренняя, вы ее проходите, проводите для человека. Это может быть как раз и этапом испытательного срока. Если он проходит аттестацию, то мы его выпускаем клиентом, и он уже дальше проходит, либо не проходит испытательный срок. Ну и аттестация не только для новых, но и для текущих сотрудников тоже актуальна. Чек-лист по блоку. Вы собираете и накапливаете базу знаний в компании. Ставьте себе еще один балл. Если у вас есть документы, инструкции или ческ-листы, то вы их используете для новых сотрудников. Проборете ли вы регулярное обучение и тренировку. Теперь проверяем себя. Мы практически укладываемся в тайминг. Кажется, что 20 минут наш формат, формат Блица. Посмотрите, где вы находитесь. Здесь в таком плюс-минус юмористическом формате дано, как называется, каждый из блоков. Но вы про себя понимаете, есть ли у вас точки роста. И эти точки роста можете с нашими партнерами, которые потом придут к вам обсудить, что вам можно сделать лучше, быстрее, чем CRM-система. Может вам помочь упростить жизнь, либо увеличить продажи. Спасибо большое, друзья. Битрикс 24 мы сегодня говорили про CRM-составляющую. Но это комплексные инструменты. Про это тоже можно говорить. У нас есть другие материалы. Спасибо сегодня. Надеюсь, что было полезно. Удачи вам в ваших продажах. Счастливо.